Последний тест. Окей. Всем привет! Ау! Меня зовут Максим Мельников, я работаю в компании Wargaming.net. Кроме этого, у меня есть интересное, любимое хобби. Все, что связано с Linux Mobile. Сегодня я бы хотел вам рассказать... Сегодня я хотел бы вам рассказать про Telepathy SkyKit. Но что это такое, я вам расскажу только на предпоследнем слайде. А сейчас я хотел бы в первую очередь с вами поговорить про Instant Message в Linux. И если кратко, то он просто ужасен. Поехали по примерам. Самый популярный чат в Linux, Facebook WebUI. Это реально. Серьезно. Статистически окажется именно так. В нем нет аудио, в нем нет видео. В Facebook XMPP поддержка, даже вырезана поддержка групп. И он, собственно, только для Facebook. Да более того, он еще и P2P-шный. Второй самый популярный чат, наверное, будет по популярности среди обычных пользователей, это Google WebUI. Тут у нас все гораздо лучше. Google озаботился поддержкой аудио и видео. Она красивая, она работает с каким-то количеством ограничений. Но, опять же, это только для Google аккаунтов. Хорошо. Ну, также возникают некоторые проблемы. Если вы хотите какие-то эти контакты достать для вашего почтового клиента, чтобы писать там письма с картинками и так далее. То есть, чтобы подтягивалась метаинформация для PIM. Третье, как бы, самый популярный ресурс, с моей точки зрения, это Skype. Вот. У него тоже достаточно есть такие некоторые проблемы. Ну, во-первых, он достаточно ужасен для многих пользователей. Пользователи любят, ну, другой look and feel, особенно, к которому мы привыкли. Вот. Есть большие проблемы с PIM и DE интеграцией. То есть, грубо говоря, у вас в Skype куча контактов. Есть там телефоны, e-mail и так далее. А чтобы написать человеку, у которого перед вашими в Skype висит письмо, надо брать, зафиксировать его профиль, копировать e-mail, потом вставлять в любимый e-mail клиент, ну, в общем, несколько возиться. Еще один такой достаточно популярный пример – это Pidgin. Вот. Очень популярный такой клиент, широко развиваемый. Он уже, с моей точки зрения, самый популярный среди айтишников. Однако у него тоже есть огромные проблемы с аудио. Оно настолько, ну, есть настолько точечно, что я, как бы, отношусь к категории, что его нет. В нем нет видео. Есть очень ограниченная поддержка, там, интеграции с системой. Однако, казалось бы, в Linux вот все так ужасно, как я перечислил. Но на моей памяти вспоминается один потрясающий пример, когда я видел работающее аудио, видео, я выведел интеграцию с моим клиентом. Я видел поддержку большого количества протоколов унифицированных. Я видел мета-контакты. Я видел даже поддержку таучин-интерфейса. То есть, казалось бы, в Linux все это есть. И вот он. Достаточно смешная ситуация. Мобильное устройство, на котором все работает так замечательно, до какого уровня мы не можем достичь ни на одной операционной системе, ни на дископе. Но это Linux, это настоящий Linux, но, к сожалению, только оказался на мобильном устройстве. Кто пользовался, тот знает. Такого уровня юзабилити больше нет нигде. Как товарищи из Nokia, в первую очередь, это был продукт Nokia. И Nokia является одним из основных разработчиков Telepathy. Вторая компания, которая в данный момент сейчас ведет все это разработка. Это Collabora. Как они этого забились. Соответственно, давайте немножко вспомним, что такое UnixWay. Ну вот. Делать одну штуку и делать эту штуку хорошо. Instant Messagement. Одна штука, делать хорошо. По-моему, большинство продуктов, которые я перечислял раньше, они, в принципе, решают эту задачу. Но если подумать, это на самом деле не одна штука, а две штуки. Есть backend-овская часть, протокольная, да. Там поддержка многого количества протоколов. Есть интерфейсы. То есть должен быть красивый UI. Ну, казалось бы, две вещи. Идем дальше. На самом деле, протоколов-то у нас несколько. И UI, которые мы используем в WhatsApp Messaging, они сильно различны. Кантак-листы, чаты, логинг. А если еще подумать, то на самом деле там и файл-трансфер, и voice, и всевозможные штуки для интеграции с софтом, а протоколов-то огромным количеством должностей, возникает вопрос. Ну, насколько вообще возможно в одной программе сделать это работающим, непадающим, красивым, не говоря уже о вопросах, что половину этих протоколов или сервисов там различные лицензии или еще какие-нибудь радости. Так, соответственно, родилась архитектура телепатии. Товарищи за концепцию взяли отход от монолитного клиента, все сервисы кинули в бэкграунд, решили, что для динамического добавления и для удобного плагирования они будут использовать дебасы API. И, в принципе, получилась у них вот такая вот архитектура. Все сервисы, все кусочки интерфейсов, все различные протоколы, это все работает как отдельные процессы, которые общаются между собой под сеньшин и дебас. И, в принципе, у нас на десктопе есть два хороших примера, которые это все используют. KDE телепатии в последний год активно развиваются, мы уже вполне можем использовать. Есть работающие аудио-видео для XMPP, например, в первую очередь для Goodalk, там, джинговские радости, кто знает. Вот, и там, с точки зрения, там, Gnome, комьюнити, есть там, Empathy. Очень старый клиент, на самом деле, давно развиваемый, к сожалению, очень много чего умеет, но, к сожалению, там есть некоторые нюансы по юзабилити. Тем не менее, возвращаемся к грустному вопросу Скайпа. Я легко у себя там настраиваю коннекшены, там, в телепатии для всех основных протоколов, а вот для Скайпа не могу, его просто нет. У Nokia это работало лишь потому, что у них был коммерческий контракт со Скайпом, они использовали Скайп-хост, они его тесно интегрировали, исходников этой интеграции не существует. Ну, в публичном доступе и в приватном найти, даже где-то украсть их у меня не получилось. Ну, нет, серьезно. Я искренне считал, что много можно найти в интернете, особенно у компании, у которой там уже потеряла фактически свое Linux-направление, но оказалось, что это так закопано. Я не удивлюсь, если там по лицензии надо было исходники удалить сразу после реализации. В последнее время у компании Скайп появился такой SDK Skype Kit, несколько раз он уже упоминался, Влад, я помню, на прошлом зимней или летней конференции про него, позапрошлой летней, да. Упоминал на самом деле такой вот штук от Скайпа, который позволяет разрабатывать интеграцию со Скайпом, причем делать это в ваших программах. У него есть несколько количеств фичей или ограничений, в частности, оно в первую очередь ориентировано на железную поддержку. То есть для разработчиков, которые делают поддержку Скайпа в своих телевизорах, не знаю, там, тостерах, холодильниках и так далее. Сам SDK поддерживает несколько операционных систем Linux, MacOS, Windows. Да, достаточно разрабатывать удобно, поддерживает различное количество языков, с которыми можно интегрироваться, Java, DTN, C++, Python. На Linux даже имеется поддержка большого количества архитектур, ну, как большого, 4 штуки. Это x86, 32-битный, и для ARM все от, там, ARMv5 до ARMv7. В принципе, там, с RTP-видео и со всеми фичами. Вот, к сожалению, не является бесплатным, но, в принципе, в каком-то селе девелоперская лицензия, это очень лояльная, там, 5 долларов буквально. Сколько стоит там создание коммерческого продукта или пустить это в паблик, я без понятия, вы понимаете, это достаточно приватно. Соответственно, что такое телепатийский кит? Когда я понял, чего мне не хватает для полноценного реализации, увидел, что у SkypeKit есть достаточно приятный интерфейс, питон образный, я решил взять и реализовать поддержку для телепатии SkypeKit. Вот, продукт я назвал телепатии SkypeKit. Слева код, ну, фрагментик. Вот, написан на питоне, опирается на, там, все технологии телепатии, является фактически раппером над SkypeKit. Опенсорс, ну, формально на GitHub лежит. Ну, с лицензией я пока не определился, и не знаю, появится ли она когда-нибудь. Там у SkypeKit весьма... Мне кажется, я там нарушил несколько, там, вещей, с которыми я согласился. Я не юрист, там, возможно, когда-нибудь после этого вопрос, можно ли это было делать или нет. Итак, фактически реализовав, у меня получилось, так как в виде Proof of Concept, с маусом мы активно, поэтому SkypeKit уже чатились один на один, оно рабочее. Соответственно, то, что вы увидите на экране, ну, здесь ни одного, ни одного намека на Skype, но на самом деле это Skype, и в программе, там, в телепатии KDE-шной, соответственно, работает. Что в данный момент работает? Present Status и Contact List, ну, партия работает там, один на один час, поддержка аватаров, поддержка векардов. Ну, со своей точки зрения, я просто взялся на поддержку всего этого в режиме Proof of Concept на данный момент. Мне интересно всю эту цепочку пройти, завершить. Вот, чего мне не хватает и хочется добавить в ближайший момент, мульти-юзер-чаты, файл-трансфер, аудио-видео, фактически покрыть все возможности Skype в этом, грубо говоря, Proof of Concept. Вот, особенно интересный вариант, там, это мультивидео. На самом деле, Google App, там, на данном уровне хочется сделать какой-то такой базовый функционал, которого раньше не было, и чтобы, там, пнуть разработчиков уже UI, чтобы они начали, там, большинство фичей поддерживать. Например, для XMPP в телепатии уже давно есть поддержка видеоконференций, но UI к этому, там, есть только в виде Proof of Concept клиента. Товарищи все еще ленятся это реализовывать, там, но не видят практического применения. Больше информации, вот, я привел здесь такие ссылки на GitHub, я использовал также собственный форк телепатии Python, мне понадобилось некоторые вещи дописать, в ближайшее время планирую засубмитить их в AppStream. Поддержка Wiki, можно ознакомиться с Wiki информацией по телепатии, документация на Skype Kit, и, ну, собственно, можно задать мне вопрос здесь или там, на e-mail. Все, я постарался побыстрее, чтобы вы, возможно, задали свои любимые вопросы, а в кулуарах мы уже поподробнее что-нибудь обсудили. Спасибо.